Слава Иисусу Христу! Царство Небесное! Считала когда такую книгу? Библия? Да! Ну? Ну, как Бог велит жить? Как? Как? Принять Христа своим спасителем? Он умер за нас. И жить свято. Будьте святы, как я свят. А не так, что это в рулетке, что попало, творят. А что вы сидите здесь? О том, что пришли мы не к здоровым, а к больным. Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Всякой твари. А почему вы сидите сами здесь? Я пришел, чтобы людям рассказать о Боге. Чтобы они не блудили здесь. Друг друга не поедали. Наркотики не принимали. Потому что жизнь одна, ее Бог дал. По-моему, вы наркотики принимаете. Ну и вот кому это нужно будет, мы говорим о своих ресурсах. Показываем, как жить надо. Что я ожидал? Ну что, встреча наша будет, состоится. Да, ладно, что. Состоялось. Состоялось. Мы показываем, для чего мы находимся здесь. Возвестить этим людям Содом и Гаморре. Великую радость, что за наши грехи Христос умер и воскрес. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Ну да. Не могу не согласиться. Ну а что согласиться? Совесть должна подсказать, что Иисус любит нас и ждет покаяния. У вас, смотрю, книг так много. Да. Вы на нашем Ютубе-то не были еще? Нет, на канале. А вы можете зарядить «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, как-нибудь. А ну попробуйте. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, я сейчас чуть-чуть занят. Ничего. Я тут телефон ремонтирую. Не надо, ничего. Может быть, откроется. Нет, он говорит «Я занят». Сейчас телефон ремонтирую. А, так он у вас не работает? Телефон нет. У меня сломался. Ну ладно. Вы от руки запишите. Вы по скайпу можете меня найти. Игнатий Лапкин. Два слова запишите. Мусульманин тоже умрет. Я это знаю. Я просто говорю, ты сам священник, ну, крестьянеты. Ну, ты читал Коран, да? Я не только читал. У меня книга написана про Коран. Правильно. По сурам и аятам разбираю все, сравниваю с Библией. Что сходится, что не сходится. Правильно. Все правильно. Ну, в любом случае, надо уважать любую религию. Ну, знаете, как вот это привыкли, привыкли уважать. Вот, допустим, врач, опытный врач, знает, как лечить. И видит шарлатан, который обманывает людей. А все равно он лечит. Он не лечит, калечит. Он его уважать не может. Это разговор только один. Нельзя уважать то, что вредно для человека. Ну, да. Правильно. Скажу, вы знаете, что курить вредно? 12 лет жизни отнимает эта папироска. А 10 лет перед этим туберкулезом харкать будешь. Так брось ее, поговорим о душе. Нет, со мной уже разговаривали сегодня о душе. У вас такая книга есть дома? Есть. Вы ее читали? Конечно. Вы знаете, что Иисус Христос умер за грехи людей, чтобы дать им жизнь вечную? Знаю. Знаете, а в церковь ходите? Обязательно. Обязательно. Да, на как же в церковь ходите, а курите? Ну, от этой гадости никуда не денешься. Ну, как это так? Если вы считаете слово Божие, вы знаете, что человек не должен бриться. Он мужчина, не женщина. Зачем под женщину подыгрывать? Ну, это знаете, как бы, да. Видите, вы ни на один вопрос не можете ответить. Если верующие... Для личной гигиены, как бы, да, это... В рулетке-то тут еще, кроме разврата, нету. Верующий, мы пришли сказать людям, что ожидает их за это. Вот смотрите, я живу в Дагестане. У нас здесь многие, многие ходят с бородой. А вот вы бы одни были здесь, вы так же говорили бы, или только из-за товарища так говорите? Нет, я говорю за себя. У нас много кто... Кто с бородой... Ну, скажи, скажи, кем является для вас Иисус Христос? Я тоже сильно не бреюсь, у меня вот есть бородка. Кем является для вас Иисус Христос? Для меня? Да, лично для вас. Я православный. Ну, ты православный, православный. Ну, скажи, кем для тебя является Иисус Христос? И вот вижу крестик. А что православный, этого не видно. Видно, что прохожанин. Посты соблюдаешь? Посты соблюдаешь? Посты, посты! Да нет же, нет, не обманывай, не надо. Они брехоны собрались. И врут. Зачем это? Ну, не все. Покажите у вас, где Писание Библии, Евангелие? У меня здесь сейчас на этой квартире нету? Нету. И вы заметите, все. 250 человек, и каждый говорит, есть, но это в другой стороне, там у бабушки в могиле. Это да, я с вами полностью согласен. Но у меня здесь на этой квартире нету. Это потому, что я здесь, в этой квартире не живу. Скажите. Есть у родителей. Скажите, апостол Павел, кто это? Апостол? Да, апостол Павел. Кто это такой? Апостол Павел и Петр у него, брат. Это ловители душ. То есть, не знаешь, что же, да? Он был гонитель. Гонитель. Преследовал христиан. А потом обратился и стал проповедником. Из 14 посланий, из 27 книг Нового Завета принадлежат ему. Это самый знаменитый апостол Павел. Бывший Саввел его звали. Извините, пожалуйста, мне просто звонят. Брось папиросы-то, не погань руки. Кто это? Тебя, если мусульмане увидят, они тебя похвалят. Христиане, кто это? Христиане, те, которые верят в Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Да я знаю, у вас Бог есть? Конечно, без Бога нижний до порога. Кто? Кто? Бог, Бог. Бог кто? Кто? Бог кто? Тебе сколько лет? Мне 20. 20, а мне 80, и ты меня учишь. Ты же еще мальчишка маленький. Не, я знаю, я маленький мальчишка. Но только, мне интересно, Иисус это... Это... Короче, Иисус это кто? Я не знаю, серьезно. Не знаешь даже. Я еще могу сказать, раз ты не знаешь, а узнай. Возьми, прочитай вот эту книгу. Вот смотри. Я не хочу эту книгу. Так нельзя. Нельзя. Я христианин, и должен считать эту книгу не один раз. А вы боитесь. Это и говорит о том, что сатана боится Слово Божие. А я не боюсь, считая это. Вы мусульман или христиан? Я христианин, верующий во Христа Спасителя. Зачем так, давай, с Куран? Допрашиваешь, да, милиционером стал? Ай, ай. Давай-ка ты позаботься о душе своей, потому что и молодые иногда умирают рано. И с чем ты предстанешь? С грехами? С грехами, которые люди не верят во Христа. Они будут в аду, в огне гореть. И только, чтобы ни одного ругательного слова не было. Я, в принципе, не ругаюсь. Вот кто сказал, что Бога нет? Я говорю. Вот в этой книге... Эта книга, это написано кем? Я сейчас сначала отвечу вам. 77 книг в корочке. И центральная внутри книга Псалтырь. И 3000 лет назад написано, и там написано, 13-й Псалом. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Так я добро-то делаю. И что, толка-то? Я вам просчитал, что написано. Я понимаю. А вы про себя знаете. Не, ну там написано, что истина всего человечества. Ну, хорошо, хорошо. Скажите, кем является для вас Иисус Христос? Да я атеист вообще. Ну, атеист, во. Только не ругайтесь, я очень прошу вас. Я говорю, я атеист, я не ругаюсь. Но я говорю, не ругайтесь, иначе вам будет очень стыдно завтра перед людьми. Ну, хорошо. Иисус Христос, рожденный о Девы Марии. Это второе лицо Троицы Бог. Он воплотился и умер за грехи людей. Чтобы люди, веруя в Него, имели прощение и жили по-божески. Хорошо. Потому что человек родился и умер, это не все. Это грань, за которой начинается бесконечная вечность. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ко кому говорит Господь? Ко всем, говорит. Иди и возвести истину. Для чего мы здесь... Ну, где он не говорил такого? Ну, если вам не говорил, он сейчас уже говорит вам. Так вы же не Господь. Мы проводники Его. Он послал и сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Зачем? Затем. Ибо верующие в Него имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Чтобы они не оказались в аду с сатаной вместе. А что такое ад? Ад – это вечный гиенский огонь, где плащ и скрежет зубов непрестанны. А сожаление, что в этой жизни не примирились с Богом. Что возможно через Иисуса Христа. Он взял наши грехи. И только скажи, прости меня, Господи, и живи по заповеди Божьим. И грехи твои прощенные будут. Зачем? Противно. Не объясняю, да? Я вам отвечаю. Все Писание Бога духовновенно. И писали Его. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Проводники Его. Проводники. Мы все должны в жизни два только условия выполнить. Два. Какие? Первое. Третья глава. Об этом мы считаем. Евангелие от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот первое. Родиться свыше. Кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Да, все это фигня. Бать, не прям. Да, деревне нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна. На всю вселенную. А как жить тогда? Как жить? С нынешним... Только я еще раз прошу, чтобы не ругались. Я говорю, а как жить-то? Я же не ругаюсь. Ну хорошо, вам сколько лет? 27. А мне 81. Ну и что? Еще ни одной таблетки я не съел. Я тоже не лечусь. Не лечусь. Да и нечего лечиться-то. Если я первый в стране распространил Слово Божие, 50 книг насчитал, и среди них архипелаг ГУЛАГ. И вот что получил. И только в 87-м освободился. И они ничего не могли сделать. А в 91-м только реабилитирован. Ну, бывает, что я это скажу. Ладно, помчим мы дальше в чат-валеточке. У вас Слова Божия нет. Видите, если бы было Евангелие, вы считали, можно бы спрашивать что-то. А так, ну, на нуле стоите. Это что знаете? Ради интереса Библию хотя бы раз вы почитали. Я бы сказал... Я прочитал эту Библию еще когда маленький был. Ну, ладно, скажите, сколько посланий апостола Павла? Я ее не учу, я не скажу, я не знаю. Мне было лет 10, когда я прочитал эту. Ну, нет, 13 лет мне было. 13 лет мне было. Хорошо, скажите, какие события библейские вы помните? Да я вам сейчас ничего не скажу. Я не скажу. А то, что это Библия, Библия, мне она... Ну, смотрите, а это что? Это что? Ну, Коран, епты. Так, тихо. Исладкая Библия, так скажем. Сколько человек верят в Коран? Ислам весь. Сколько? Это ислам. Я говорю, ислам весь. Это ислам и есть. Сколько людей? Я говорю, это весь ислам верит в Коран. Два миллиарда. А христиан два миллиарда, 200 миллионов. В мире неверующих людей 8%. Но они делают 99,9% всех преступлений в мире. Ну, я не из того числа. Как вы из того? Ну, вот я, это, та, десятая единица. Неверующий Богу представляет его лживым. Бог сотворил все. Землю дал, воздух, солнце. И кровать вашу сотворил, которая сзади. Значит, у вас нет ничего, да? Да. Впереди, кроме могилы, лопуха ничего не ждете? Да, ко мне. Что, я и могилу-то не жду. Но там будет гиенский огонь для неверующих. Скрежет зубов и плащет стон. Нет, ну, клюю на него по писью.